Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Жернакова представляет видеопрезентацию «Просветительская деятельность Михаила Ивановича Сибирцева». В этом году Архангельск отметит 440 лет со дня основания. В юбилейный год хотелось бы вспомнить биографии выдающихся уроженцев Архангельского Севера, которые внесли значительный вклад в развитие родного края. Одним из таких выдающихся людей, образцом просветительского подвижничества, можно считать Михаила Ивановича Сибирцева, одаренного педагога, естествоведа, историка, священника и проповедника, отца большой семьи, воспитавшего девятерых детей, среди которых видные отечественные ученые Иустин, Николай и Евгений Сибирцевы. Михаил Иванович Сибирцев был сыном потомственного в четвертом поколении священника в селе Ровдина Шенкурского уезда. Выпускник Архангельской духовной семинарии, он кроме духовного имел светское образование, в течение трех лет учился в Григорицкой земледельческой школе бывшей Могилевской губернии. Получив духовно-семинарское, а затем, естественно, агрономическое образование, приобрел разностороннесть интересов, отразившихся на его дальнейшей деятельности и мировоззрении, а впоследствии сказавшихся на интересах и выборе областей деятельности его сыновьями. Больше 30 лет Михаил Иванович преподавал почти все предметы в Архангельской духовной семинарии. Естественную историю и сельское хозяйство, латинские и греческие языки, богословские науки, математику, физику. В 1848 году он был назначен на должность смотрителя училищной библиотеки и архива. 23 года состоял библиотекарем семинарии, 4 года помощником инспектора в периоды с 1867 по 1878 и 1991 по 1994 год членом правления семинарии. По воспоминаниям современников, как преподаватель и воспитатель Михаил Иванович Сибирцев производил неизгладимое впечатление на сердца юношей. Его отношения к ним всегда отличались характером благозаботливых отношений чадолюбивого отца к детям. В семинарии он оказал серьезное влияние на Иоанна Кронштадтского, причисленного в 1990 году к лику святых Русской Православной Церкви, с которым у Михаила Ивановича Сибирцева сложились долгие и прочные отношения. Многолетняя переписка между ними прервалась со смертью Иоанна Кронштадтского. Одновременно Михаил Иванович трудился на научном поприще. В 1852 году Вольным экономическим обществом за статьи, посвященные земледелию на Архангельском севере, он был награжден двумя серебряными медалями. Публиковал в изданиях Вольного экономического общества, на страницах Архангельских губернских ведомостей и Архангельских епархиальных ведомостей, статьи богословского, краеведческого, агрономического содержания, а также стихи. Сотрудничал с императорским русским географическим обществом, которое высказало ему искреннюю признательность за доставление климатических сведений. Всероссийскую известность Михаил Иванович Сибирцев обрел после выхода в свет в Петербурге в 1867 году его фундаментального труда опыт библейской естественной истории или описательное изложение библейской геологии, ботаники и зоологии. В нем он собрал материал о предметах естественной истории для служения к объяснению священного писания, объединил научные знания и вероучения, представил мир природы как наглядный образ в духовно-нравственном воспитании личности. Эта книга и сегодня является уникальной в своем роде и может быть использована как учебное пособие для подготовки преподавателей основ православной культуры. Учебное пособие Михаила Ивановича Сибирцева было рекомендовано Синодом для всех духовных училищ и семинарий России. Глава правления православной церкви, оберпрокурор святейшего правительствующего Синода, министр народного просвещения граф Дмитрий Андреевич Толстой поблагодарил Сибирцева за произведенный труд, добавив «Вот если бы везде в России были такие преподаватели семинарий». В 1880 году Михаил Иванович Сибирцев принял священный сан. По выходе в 1884 году правил о церковно-приходских школах его назначили председателем впервые учрежденного епархиального училищного совета. Подавая пример, Михаил Иванович открыл в своем приходе при Рождественском храме первую в Архангельске церковно-приходскую школу для детей и состоял в ней законоучителем. За шесть лет существования школы в ней выучились 220 детей из бедных семей, большую часть составляли девочки. Ученики школы получали начальное образование и воспитывались в православной традиции. В 1888 году Сибирцев впервые организовал при храме чтение о предметах веры и христианского благочестия для взрослых. Его отчет о состоянии церковно-приходских школ и епархии на 1884-85 учебный год стал серьезным анализом организации этого типа образовательных учреждений в губернии. В каждом приходе епархиальным училищным советом предварительно был проведен опрос, который, принимая во внимание местные условия, определил наличие помещений для занятий и квартиры для учителя, средств для их отопления и освещения, для приобретения учебных принадлежностей и жалования учителю, количество учеников. В заключение отчета Михаил Иванович Сибирцев выделил главнейший недостаток церковно-приходских школ в подготовке учителей и пришел к выводу, что именно в Архангельской епархии преимущественно необходимы особые учителя или учительницы и по дальности расстояний, препятствующей в случае треб священникам, заниматься в школе и по другим обстоятельствам. Сам Михаил Иванович Сибирцев способствовал решению этой проблемы, преподавая в 1880-89 годах в Архангельском епархиальном женском училище, в 82-84 годах возглавляя его совет. В 81-82 учебном году в училище был открыт седьмой педагогический класс для подготовки заканчивающих курс к учительской деятельности. За 84-85 годы в Архангельской губернии количество церковно-приходских школ увеличилось с 28 до 515. В 1900 году их уже насчитывалось 2566. А специально подготовленные учителя составляли 34% от общего числа преподавателей церковно-приходских школ. Большинство из них – выпускницы епархиального женского училища. Как проповедник Михаил Иванович Сибирцев прославился до принятия священного сана, когда семинарские преподаватели обязывались произносить при архиерейских служениях проповеди в Кафедральном соборе. Архангельские епархиальные ведомости за период 1888 по 1912 год опубликовали 30 его поучений на церковные праздники и важные исторические события, а также 6 стихотворений, раскрывающих литературный дар автора. В Государственном архиве Архангельской области были обнаружены 5 неопубликованных его проповедей 1907 года. Каждое наставление Михаила Ивановича Сибирцева имеет педагогический аспект. В одном из поучений он сравнивает духовное развитие личности с расцветом окружающего мира в летнее время. Природа священникам представлена как источник осмысления жизни человека, воспитания чувства красоты и ответственного бережного отношения к внешнему и внутреннему миру. В другом поучении, приводя в пример жизнь первых христиан, Михаил Иванович призывает к трудолюбию, так как в труде христиане видят не унизительное рабство, но божественное установление, обязательное для всех людей. Раскрывая смысл главной евангельской заповеди любви к ближнему, он подчеркивает особенность христиан любить даже и тех, которые их ненавидят. В семейном воспитании Михаил Иванович Сибирцев советует родителям не искать для детей мирских благ, богатства, почести, но заботится прежде всего об их внутреннем духовном состоянии. По его мнению, задача родителей воспитывать детей как чад божьих и молитва о детях есть одна из первых их обязанностей. Основанием скорби родителей о детях должно быть желание им спасения от греха, а не самолюбие и страх нанесения позора фамилии. Молитва родителей о детях еще более должна крепнуть при удачных внешних обстоятельствах, если при этом дети сохраняют нравственные пороки. По воспоминаниям очевидцев, как наставник и проповедник, Михаил Иванович Сибирцев обладал неотразимой силой убеждения. Таким образом, просветительская деятельность Михаила Ивановича складывалась в единстве служения образованию, науке и православию. Его труды на благо общества были достойно отмечены, в том числе орденами святого Станислава IV и III степени, святого князя Владимира IV степени, святой Анны II и I степени. Но главная оценка его служения в учениках и детях. Иоанн Кронштадтский, посещая малую родину, всегда навещал своего бывшего учителя, часто служил с ним вместе в Троицком соборе Архангельском. В благодарственной телеграмме на освящение сурского подворья в Архангельске он обратился к нему со словами «Маститый мой отец и учитель». Среди деятелей, на которых повлиял Михаил Иванович Сибирцев, архиерея и священники, педагоги от сельского учителя до профессора академии и университета, врачи, чины гражданские и военные. Михаил Иванович заложил основы организации церковно-приходских школ, учитывая особенности региона. Участвовал в развитии женского профессионального педагогического образования в губернии. Воспитательный потенциал его наследия основан на ценностях знания человека, семьи, труда, природы, нравственности, заключенных в образовательной традиции русского севера, выступающих как фундамент духовно-нравственного становления юношества в современных условиях. Михаил Иванович Сибирцев умер в 1912 году, пережив супругу в девичестве Анциферову Юлию Григорьевну и четырех своих сыновей. Последним пристанищем стало кладбище Михаила Архангельского монастыря, рядом с могилами жены и сыновей. Субтитры создавал DimaTorzok